Здравствуйте, друзья! С вами Дина и канал «Коллекция Рецептов»! Думаю, вы со мной согласитесь, что праздничное застолье – это целое искусство, и любая хозяйка мечтает удивить, порадовать и угостить на славу своих гостей! У меня на канале есть такие плейлисты, как салаты, закуски, блюда на праздничный стол, ну и, конечно же, всеми любимые торты и десерты! Смотрите, выбирайте и составляйте свое уникальное праздничное меню! Ссылки на все плейлисты вы найдете в описании под видео! А сегодня предлагаю вам еще одну интересную идею! Приготовим закусочные тарталетки с эффектным внешним видом и очень вкусной начинкой, напоминающую легендарный салат «Селедка под шубой». Для этого рецепта нам понадобятся тарталетки диаметром 6-7 см, заранее отваренные охлажденные и очищенные морковь и свеклу произвольно нарезаем и складываем в чашу. Туда же добавляем творожный или сливочный сыр и все вместе измельчаем в однородное пюре. Если вам интересно, как сами приготовить такой сыр, посмотрите видео по ссылочке в описании. Несмотря на то, что в составе закуски есть сельдь, массу слегка нужно посолить и присыпать перцем. Все хорошо перемешиваем и пока отставляем в сторону. Для украшения филе сельди нарезаем тоненькими ломтиками по количеству тарталеток, из расчета 1 ломтик на одну тарталетку и пока откладываем. Остальное филе нарезаем мелким кубиком и перекладываем в небольшую чашу. Некрупную фиолетовую луковицу режем очень маленьким кубиком и отправляем к сельде. Все перемешиваем и добавляем ложку растительного масла. Я не добавляю, у меня филе сельди было в масле. Перепелиные яйца необходимо предварительно отварить в подсоленной воде в течение 4 минут с момента закипания, но не дольше, иначе они потемнеют, а затем остудить и очистить. Нарезаем их вдоль на 4 части, они, как и ломтики сельди, тоже пойдут на украшение. Все продукты подготовлены и теперь выкладываем свекольно-сливочную массу в кондитерский мешок с маленькой фигурной насадкой. Пустые тарталетки выставляем на блюдо, на котором будем их подавать, и на дно каждой корзиночки выкладываем смесь сельди с луком. Конечно, если у вас есть время и желание, то сами корзиночки можно приготовить из песочного, сметанного, слоеного, творожного или картофельного теста, но я не стала останавливаться на их приготовлении, а взяла уже готовые, чтобы показать вам, как я делаю эту чудесную холодную праздничную закуску. Поверх сельди выдавливаем из кондитерского мешка сливочно-свекольную массу в виде розочек. Сбоку каждой корзиночки укладываем по ломтику нарезанной сельди, а с противоположной стороны по две дольки перепелиных яиц. Остается украсить закуску зеленью и можно подавать на стол. Если все продукты подготовить заранее и хранить их в холодильнике в закрытой таре, то на оформление тарталеток у вас уйдет не более 10 минут. Готовьте, экспериментируйте и удивляйте своих родных и близких. Желаю вам отличных праздников! Друзья, если вам понравился этот способ подачи любимых салатов, ставьте пальчик вверх! Благодарю вас за лайки, репосты и ваши комментарии! Если вы еще не подписаны на YouTube канал Коллекция Рецептов, непременно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео! У меня на канале есть отдельный плейлист «Закуски», в котором вы найдете массу интересных идей для своего праздничного стола. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых рецептов!